Итак, интеллектуальное, социальное и духовное развитие личности. Как это связано с выбором своего предназначения? Интеллектуальное развитие дает способность лучше использовать то, что я имею, в рамках своих возможностей. И распознание того, что должен иметь. Ну то есть, что такое интеллектуальное развитие? Я иду в институт и учусь. Что это мне дает? Я лучше использую то, что имею. Вот у меня что-то есть, какие-то ресурсы внутри? Я все это раскрываю в себе благодаря тому, что я учусь в институте. Я становлюсь специалистом, понимаю, как действовать в рамках своей природы. Дальше, следующий вид образования, который уже хуже, трудно достижим, трудно понимаем, что такое, зачем надо. Называется социальное развитие. Дает устойчивость в развитии человека и успехи. Часто люди понимают, что делать, но нет устойчивости. Они говорят, Олег Геннадьевич, пошел как и шаг, все классно, но все время что-то то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. А я говорю, а что вниз-то? Да то оштрафовали, то то, то все, то пятое-десятое. Постоянно какие-то проблемы мне создают. Наверное, не в той стране живу. Да не то, что ты не в той стране живешь, просто у тебя нет социального развития. А теперь я вам объясняю, что это такое. Это вложение денег вроде бы в никуда, как кажется. Теперь смотрите, человек берет и начинает кормить детей в детском доме. Одно условие, никому не говоря об этом, не делает рекламы, просто кормит детей в детском доме. Он дает деньги там, смотрит, следит, чтобы не использовали деньги зря, может быть, даже следит за тем, как готовили. Ну, чтобы вот его цель накормить детей в детском доме. Или он еще что-то, допустим, содержит престарелых там. Постоянно он это делает и знает, что Бог обязательно заметит его деятельность. Потому что если Бог заметит, так же заметят и остальные. Понимаете, и приходит, допустим, какой-то человек туда и говорит, откуда у вас деньги? Они говорят, да деньги у нас проверяющий приехал, говорит, а что это у вас-то дети получше выглядят? А у нас есть человек, который заботится, а кто такой? А вот такой. И она сообщает, допустим, администратору этого района. Тот вызывает, говорит, а ты что заботишься? Он говорит, это мое хобби, я вот как бы, ну вот я люблю детей или престарелых, и забочусь. Он говорит, а ты можешь, вот у нас просто многие заботятся и бабки на этом зарабатывают, а ты вот, видно, честный. А ты можешь заботиться в нашем вот местности о всех вот таких вот организациях? Он говорит, ну я могу, но у меня денег не хватит. Он говорит, да, это не проблема, мы тебе будем давать. Вот делай теперь это на все. Теперь дальше приходит к нему проверка. И говорит, ну что, плати штраф или давай бабки на лапу. Что, выбирай, что тебе больше нравится. Вот. А живым тебя мы все равно не отпустим. И он звонит начальнику этому, говорит, слушай, у меня тут такая ситуация, я бы как бы и занялся благотворительностью, но похоже, у меня сейчас штрафы заберут все деньги. И поэтому вот у меня такая ситуация, вы уж меня простите, мне некогда сейчас, потому что проверка. И тот проверяющему звонит, говорит, слушай, оставь его в покое, нужный человек, иди и проверяй кого-нибудь другого. Все. Это называется социальная защита. И дальше никто к нему не подлезет. Не потому, что он взятки дает, а потому, что такой человек хороший, понимаете. Я вам точно говорю, что так работает, я знаю кучу примеров такого. Хорошего человека никто не тронет. Все знают, этот человек нужный, нельзя трогать, все. Почему? Потому что он кормит детей. Это очень сильная репутация, очень сильная репутация человека. А потом, если у него, допустим, сильная судьба, ему говорят, иди депутатам. Иди, ты такой хороший человек, тебя все любят здесь, в районе. Стань депутатом. И он становится депутатом. И так далее. Это называется социальное развитие, понимаете. Человек становится очень сильным, его все уважают. Потому что он любит делать добрые дела. Все. Это его квалификация. Вы скажете, ну а может быть по-другому. Всю жизнь детей вкормил в детском доме. И никто тебя и не заметил. Хорошо. Я вам сравню вот так. Вот вы, допустим, нашли, увидели девушку, которая всех любит, а во всех заботится. И она не замужем. Такое бывает. Бывает. Ну-ка, где, покажите мне, где так бывает. На. Ну-ка, покажите мне. Ручку подними. Где такая девушка? Она заботится обо всех. Она хочет замуж. Да, вы правы. Но эта женщина, она вообще по своей судьбе не должна быть замужем. У нее очень тяжелая семейная карма. Но она скоро выйдет замуж. Потому что она победила свою судьбу. И вы сейчас вот прям свидетели этого. Вы сейчас это говорите для Бога, что типа, ну ты что, она не замужем. Олег Геннадьевич ошибается. Господь сейчас выдаст ее замуж. Вот увидите. Понимаете, если красивая роза валяется, лежит посреди улицы, ну разве она будет валяться? Ее обязательно возьмут. Она благоухает. А вонючая колючка, если лежит, то обязательно ее затопчут. Понимаете? Станьте красивыми розами. И тогда обязательно вас возьмут. Это закон. Но если в каком-то месте красивую розу не взяли, значит там быдло живет. Идите в другое место лягте. Нет, нет. Имейте в виду, что сначала надо стать красивой розой. Потом проводите эксперименты. И потом сваливайте, если вы уже красивая. Но скорее всего, если вы будете красивой розой, вам здесь будет супер жить. За сто процентов. Потому что украинцы очень чувствительны к красоте люди. Они видят все самое лучшее. Легко видят. Не надо сильно показывать. Какие еще вопросы? Да? Пожалуйста, как правильно принимать решение. И как мы будем предварять, что он готов принять решение. Что он не входит в свой прием. Хорошо, я понял вас не по этой теме. Ну, давайте я отвечу на ваш вопрос чуть позже. Итак, интеллектуальное развитие нужно? Нужно. Лидеру нужно. Нужно. Социальное развитие нужно. Это следующий этап развития. Не будешь развиваться социально, значит, будешь терпеть трудности в жизни. Потому что социальное развитие дает человеку защиту. Это удача в его жизни. Он становится удачливым человеком. Розы больше ценятся, чем колют колючки. Сто процентов. Дальше. Духовное развитие приводит к четкому пониманию своего предназначения и повышению планки возможностей. Вот интеллектуальное развитие. Планку возможностей повысить не может. Люди думают некоторые. Я вот выучусь, и у меня будут большие возможности. Вот это бред. Ты выучишься, у тебя будут те возможности, которые ты имеешь, но более раскрыты. А вот если ты хочешь больше возможностей, тогда ты должен духовно развиваться. А если ты хочешь, чтобы тебя не мучили, когда ты занимаешься бизнесом, тогда нужно социально деятельность. Нужно социально стать сильным. Тогда тебя никто не будет мучить. А если будут, ты позвонишь в пару мест, и они перестанут мучить. Потому что социально развитый человек имеет очень много отношений серьезных. Это и есть социальное развитие. Оно дает отношения и защиту человеку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok